Сейчас все будет, смотри. Так. Давай, давай, давай. Надо согреться. Ну ничего, давай еще. Да как, ну током же я бьюсь, статическое электричество есть. Есть. Так, ну-ка, другой рукой давай. М-м. Наверное, заряд кончился. Да током-то ты бьешься. Наверное, надо спросить у нашего гостя. Надежды Михайловны Оленичевой, учителя физики, лицея номер 92. Доброе утро. Доброе утро. Вот скажите, мы постоянно говорим о том, что вот ударило нас током. Что же все-таки происходит? Как это правильно называется? Ну вообще это статическое электричество. Вообще по определению статическое электричество – это совокупность явлений, связанных с возникновением и сохранением электрического заряда. Поэтому ничего страшного здесь нет. И человеческое тело обладает разным сопротивлением. Может быть от 3 до 100 тысяч Ом человеческое тело обладает электричеством. Откуда берется вообще вот это? Ну вообще нужно посмотреть физику данного процесса. Что это значит? Мы знаем, что в целом у нас атом нейтрален. Что все состоит из атомов. В целом атом нейтрален. То есть сколько положительных зарядов, столько отрицательных. Когда вы зарядились об что-то отрицательно, то возникли положительные заряды. Если мы приведем пример, допустим, вот с шариком. В результате трения, то есть статическое электричество возникает в результате трения. Если мы в результате трения натрем шарик, поднесем его к мелким предметам, то они начинают притягиваться. То есть шарик у нас заряжен отрицательно, а предметы вообще не заряжены. Почему же они притягиваются? Вот здесь вот есть рисуночек у меня только с ручкой. Вот ручка заряжена, допустим, отрицательно, как и шарик. А наши мелкие предметы никакой не имеют заряд. Когда мы к ним подносим заряженное тело, то происходит поляризация. В результате положительные заряды подходят вот сюда поближе, а отрицательные, и в целом атом у нас вытягивается. И в результате у нас мелкие предметы притягиваются к заряженному телу. То есть, видимо, следуя такому принципу, мы с кем-то бьемся током, а с кем-то нет. Да. С кем-то вы бьетесь током, а с кем-то нет. Почему? Потому что, смотрите, когда мы электризуем тело, то у нас большой потенциал. В результате возникает большое напряжение. Большое напряжение, так как человеческое тело обладает большим сопротивлением по закону Ома, сила тока будет маленькой. И в результате, кроме того, что происходит искровой заряд, больше ничего не произойдет. Лампочку вы зажить не сможете. Обогреватель тоже. Допустим, есть такой обогреватель, тоже нагреться сегодня не сможете вы таким образом. Есть даже такая, как бы сказать, присказка, что нужно погладить миллион кошек одновременно, тогда загорится одна лампочка. Надежда Михайловна, ну все-таки, допустим, в маршрутке передаешь деньги, и я бьюсь током, как мы выражаем. Бьетесь током? Да. Ну как-то это лечится? Лечится. Единственное, вы этими же копеечками можете дотронуться до железного предмета маршрутки, а потом передавать деньги на проезд. И когда вы ходите из машины, из маршрутки, старайтесь сначала либо ключом, либо медной какой-то денежкой дотронуться до железной части маршрутки, чтобы снять с себя электричество. Недаром раньше люди ходили по земле босиком. Для чего? Для заземления. А зависит это от времени года? Зависит. Зимой, зимой. Проблема с электростатическим электричеством, потому что влажность воздуха маленькая, и в результате зимой чаще мы бьемся током, потому что у нас много очень синтетических на нас вещей, шубы часто очень синтетические и так далее. И в результате зимой проблема со статическим электричеством, недаром вы эту проблему затронули зимой. Ну, вредно это для здоровья, может быть, биться током? Биться током для здоровья не вредно, потому что вы накапливаете большую разность потенциалов и большое ваше сопротивление, поэтому ток будет маленький. Но неприятность создается в том, что резкий удар тока, то есть вы не ожидаете, в результате может неправильно сократиться какая-то мышца. Можете, допустим, упасть в результате того, что вот от неожиданности, и это влечет за собой травму. Хотя частое, частое очень пребывание в электростатическом поле введет очень большие последствия. То есть у человека может постоянно кружиться голова, дальше может снижен быть аппетит, дальше дают на нервную систему очень большие последствия. Это когда человек постоянно находится в электростатическом поле. Что нужно сделать? Разрядиться. Разрядиться. Каким образом можно разрядиться? Ну, во-первых, снять с себя всю синтетическую одежду. Стельки у вас в обуви должны быть обязательно хбшни. Дальше. Что можно еще сделать? Обязательно проводить влажную уборку. Чем чаще, тем лучше. Наверное, вы замечали дома, да и у вас вот здесь везде оборудование, что постоянно все покрывается пылью. Причем мониторы компьютеров, телевизоров и так далее чаще всего покрываются пылью. В результате нужно проводить не просто уборку, а влажную уборку. Человеку можно снять статическое электричество, зайдя в душ. Не в ванну, а в душ, чтобы смыло у вас. Дальше. Можно, допустим, вот здесь у меня есть факты такие, что можно, допустим, как бы сказать, дотронуться каким... Вот в течение дня вообще советуют, человек должен несколько раз дотронуться до железного предмета. Вот вы подошли, допустим, и при помощи там ключа дотронулись до батареи или еще до какого-то железного предмета. Прежде чем сесть в машину, вы тоже ключом должны дотронуться до машины. Дальше. Каким образом? Вы можете постирать одежду в соде, то есть в соду добавить. Это тоже антистатик будет своеобразный. Дальше в уксусе. Можете, допустим, постоянно в кармане держать мелочь. Каким образом? Потому что это будет у вас как раз электричество уходить через вас. И проще всего это вешать свою одежду на железные вешалки, металлические. Спасибо за интересную беседу. Я вот знаю людей, которые током не бьются, а делятся информацией. Заряжаемся новостями прямо сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!